Соперника заслуженной победы Что касаемо игры Первые минуты пропустили Контратаку Причем что у нас два есть Правильных латера Три должны в середине Исполнили, молодцы, прострелили Вот этого нам чуть-чуть По ходу чемпионата не хватает И соперник был быстрее Исполнил, потом чуть, конечно Пришлось больше идти вперед Но Холодинский, наверное, Саша Раз пять получил За спину защитником Конечно, это не всегда бывает С таким квалифицированным футболистом Но, к сожалению, дальше продолжение Не может исполнить Отдать Вот как условно Даже в один-в-один остался Висакович, вышел Сразу исполнил Вот мастерства нам, наверное, не хватает Самодача, в принципе, очень доволен Ребятами Но каждую Каждую, можно сказать Десятиминутку мы могли возвращаться В игру Это касаемо моментов У саперника моментов было больше Но у нас были хорошие моменты Для забить мяч Даже на 74-й минуте Если не ошибаюсь Холодинский бил с 8-10 метров Упор Без сопротивления После стандарта Не забили Ну и уже, как говорится Шли ва-банк И начали получать Соперник Видно, что чуть поменял Больше стал играть низом Хорошо стучат мячишку Поле качественное Было приятно играть Погода красивая Все футбольное Но, к сожалению Мы не берем очки Ну и Наверное, наше мастерство Где-то Где-то может Чуть-чуть возраст Сказывается Где-то Какие-то моменты Чуть соперник был быстрее Видно, что В каких-то завершающей фазе Фазе атаки Переходов Из обороны в атаку Они чуть были быстрее И заслуженно В этом деле Спасибо, Марк Пожалуйста Для меня это тоже Урок Белорусского футболиона Когда перед игрой Смотришь На таблицу Видно, что мы На двух Передположенных Вегунах Команды Но, когда Начинаешь игру И смотришь Как соперник играет Но Это тоже Еще раз повторяю Урок для меня Потому что Я не понимаю Как команда Которая сегодня С нами играла Она занимает Позицию Там самым низом Так Например Это хороший Могу Сравнять Как играет команда Которая играла Против нас В последнюю неделю Славя Но И сегодня Есть Две Можно сказать Две Розные команды Насчет качества Игроков Скорости Такой жесткости В игре И так далее И так далее Поэтому Вопрос Клану Виталий Анидович Денис Шелька Вторую игру Он будет у вас Выграя Основной вратарь И это просто Так получилось Что Может Туранок По здоровью И что-то Подсмотрим Нет Дали Денису Шанс В принципе Два-тэ Он качественно Провел Сейчас Сейчас Уже Хотелось бы Чтоб он не растворялся Конечно В воротах Ну Много Наверное Не хватает Игровой практики Надо все-таки Жить Немножко Активнее быть Потому что Вратарь должен Вести подсказ Целый мой До 92 минуты Да Не хватает Вот это Именно эмоции Подсказы Оставления Выжи Ниши Подсажив Направлять Футболистов Вот этого Не хватает Женя Коммуникации Это очень у нас Проблема Ну посмотрим Уже со Слави Это для нас Финальная игра И посмотрим В неземном цикле Уже Как подготовиться Вратарь Данилище Сегодня Исюкевич Получил Повреждение Во втором тайме Настолько Она серьезная И учитывая Что еще Возовете Три игрока Ну Когда ждать Возвращения В строй Исюкевич Не получил Повреждение А с чем Серьезно Не знаю Что-то у него Самочувствие Ухручилось Потому что Говорит Поплыло И так далее А Вопрос Три игрока В лазарете Когда ждать Всех Возвращения Ну Посмотрим Здесь врачи Работают Когда ждать Но с лазарета Выходить Играть Можно сказать Финальный матч Будет тоже сложно Для нас Как финальный Плей-офф У нас Началось Уже давно А вот То, что у нас Сейчас со Слави Кромкочей И финальный матч Можем Определить Они весь Испорт Чемпионат Спасибо Спасибо Погибайте Самый удач До свидания До свидания